Здравствуйте! В нашей республике, да и в стране в целом, активно вводятся электронные пропуска для перемещения по территории населенных пунктов в режиме самоизоляции, пока вот он продолжается. Если у вас до сих пор пока нет такого пропуска, или вы не знаете вообще, как его получить, как его сделать, в следующие 15 минут мы обо всем расскажем. Вы смотрите «Детали актуальные». С нами на связи по скайпу начальник управления цифрового развития связи и рекламы администрации главы Республики Коми Кристина Майнина. Кристина Андреевна, здравствуйте! Здравствуйте! Пропуск – это не новшество. В чем отличие электронного пропуска от бумажного? Зачем понадобилось их вводить? Ну, электронный пропуск представляет из связи запись в базе данных. Он необходим тем сотрудникам, чья деятельность не прекращена на территории Республики Коми. Заявку на электронный пропуск подает работодатель. Он заполняет в информационной системе по адресу пропуск rkomi.ru необходимые поля и отправляет эту заявку. Дальше мы ее получаем, обрабатываем, согласуем заявку, либо по каким-то причинам отклоняем, указывая их. И дальше эта информация попадает в МВД. Коллеги видят список сотрудников, которым акцептована возможность передвижения по городу от места работы и к месту работы. Правильно ли я понял, если гражданин не является сам себе работодателем, он не может самостоятельно оформить пропуск электронный? Все верно. Для физических лиц пропуска не выдаются. Они выдаются для сотрудников тех организаций, чья деятельность в настоящий момент не приостановлена на территории Республики. То есть, если ты физическое лицо, например, и хочешь поехать на дачу, сейчас это очень актуальный вопрос, то пропуск тебе не нужен. Про дачу мы поняли. А порядок его получения, продолжительность, как это все происходит? То есть заполняется какая-то форма, давайте в первую очередь обозначим сайт, на котором это все происходит. В пропуск rkomi.ru туда заходит работодатель или уполномоченное от него лицо, заполняет необходимые поля, такие как наименование, ИНН, юридический, фактический адрес. Он выбирает из списка разрешенные виды деятельности. Перечислены те аквет, которые сейчас на территории Республики Коми, не приостановленные деятельности этих организаций с этими видами аквета, они могут работать. Этот список строго зашит у нас в системе, он выверяется совместно с Министерством экономики. Заполняет фамилии, имя, отчество тех сотрудников, которые реально работают, и четыре цифры их документа удостоверяющего личность. В основном это, конечно же, паспорт. Также заполняет служебные автомобили, на которых передвигаются сотрудники этой организации. Соответственно, сотрудники тоже с пропусками должны быть. Направляет кнопку «Нам отправить» и получает обратно статус, что его заявка ожидает одобрения. Далее эти заявки падают нам в информационную систему. Мы каждую заявку рассматриваем на полноту информации, которая необходима для подтверждения, на достоверность этой информации. И уже ее здесь акцептуем. Соответственно, если мы ее одобряем, то организация получает уведомление себе на e-mail, что заявка одобрена. Или мы ее отклоняем и пишем причину, по которой она отклонена. Основные причины, по которым отклоняются заявки, это неверно указанные данные. Мы сверяем данные с выпиской из ИГРЛ, где указаны все эти поля. Если они достоверны и подтверждаются, то заявка одобряется. Дальше список этих сотрудников и автомобилей, которым были одобрены заявки, попадают в МВД. И коллеги уже из своей базы, проверяя на улице людей, которые передвигаются по городу, могут посмотреть, есть ли такой сотрудник в базе данных и одобрен ли ему пропуск. А есть ли какие-либо временные ограничения по рассмотрению заявки? Ну вообще сейчас мы в течение 24 часов по регламенту должны эту заявку обработать. Мы очень стараемся выдерживать эти сроки. И, конечно, сейчас такой у нас авральный режим, несмотря на то, что мы установили недельный срок для этого переходного периода с бумажных пропусков на электронные. У нас есть небольшие задержки, но мы их стараемся устранить, усиливаемся сотрудниками нам. Добавляют дополнительные единицы, поэтому мы будем успевать все в 24 часа. Бумажные пропуска действительны до 30 апреля, насколько я помню. Все верно, да. Пропуска, которые выданы были еще администрациями, администрациями муниципальных образований, они включали их в реестр у себя на сайтах, а потом эти организации выдавали пропуска своим сотрудникам, они действуют до окончания их срока, то есть до 30 апреля. Возвращаясь к электронным пропускам, порядок их предъявлений. Обязательно ли наличие смартфона для этого? Нет, конечно. Мы не показываем никакой QR-код, не сообщаем никакую кодовую фразу, не получаем смс, как это реализовано в других субъектах, например, в Москве и в Московской области. Мы просто предъявляем документ, удостоверяющий личность. Сотрудник МВД проверяет наличие такой фамилии, имя, отчества и цифр паспорта в базе данных и свободно пропускает человека для передвижения по работе. Хорошо. Следующий вопрос. Уже, наверное, несколько другого толка. О защите информации мы поговорим, потому что даже в период самоизоляции работы в законе персональных данных не нарушает ли работодатель этот закон, вынося данные работников? Нет, не нарушает. В системе содержатся общедоступные персональные данные. Мы намеренно поставили только четыре цифры паспорта для того, чтобы облегчить эту ситуацию с защитой персональных данных. У нас на сайте есть специальный раздел, часто задаваемые вопросы. Мы сгруппировали там вопросы, в том числе вопрос по персональным данным, подробно описан. Организации берут согласие на обработку персональных данных со своих работников и загружая их к нам в систему, они соглашаются с тем, что эти персональные данные передаются нам в систему с согласия этих работников. Хорошо. Это компания, где все подробно описано, и можно непосредственно на сайте с ним ознакомиться. Относительно передвижений в сторону своей дачи мы поняли, для этого пропуск электронный не нужен. Часто актуальный вопрос сейчас, особенно в преддверии майских праздников. Он действует на территории одного населенного пункта? Нет. Пропуск, когда мы заполняем заявку от организации, мы можем выбрать те муниципальные образования, на территории которых будут передвигаться наши сотрудники. Мы можем выбрать даже всю республику, все 20, и пропуск будет действием на территории всей республики. Мы сделали это специально для удобства, поскольку знали, что многие организации столкнулись с этим, когда у нас действовал предыдущий пропускной режим. Поэтому мы это учли сейчас по просьбе наших организаций, работодателей. А в случае, если работнику необходимо покинуть регион, что нужно сделать? Это сложный вопрос. Там уже действует пропускная система другого региона. То есть это индивидуально будет? Хорошо. И, наверное, последний вопрос. Мы поговорили о временных ограничениях по рассмотрению заявки на выдачу электронного пропуска. Как быть тем гражданам, которые подали заявку, или их работодатель, разумеется, подал заявку, она в обработке, на рассмотрении, а сотрудник полиции уже остановил вас за нарушение, как ему кажется, режима самоизоляции? Пока еще до 30-го числа у нас действуют бумажные пропуска. Можно его предъявить, да, вот прям сегодня, в настоящий момент, еще буквально два дня. А потом бумажные пропуска у нас отменяются. Поэтому у всех работодателей есть еще два с половиной дня, чтобы успеть подать к нам заявку. Мы ее акцептовали, да, либо сказали, в чем ошибки, для того, чтобы это поправить. Поэтому всех призываю работодателей озаботиться об этом и вовремя успеть подать заявки в нашу информационную систему. Да, давайте напомним еще раз адрес пропуск.ркоми.ру. Да, все верно, пропуск.ркоми.ру. Замечательно. Спасибо большое, Кристина Андреевна. Я, по-моему, задал все вопросы, которые хотел. Работодателям нашим я желаю успеть все необходимое сделать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Разумеется, чтобы ваши работники не попали в неприятную такую ситуацию. Оставайтесь дома, оставайтесь с нами и до встречи в эфире.